Ольхон, конечно, может объяснить Лысому Ольхону, что сегодня было. Сегодня мы провели разведку целей в районе Горловки, в районе населенных пунктов Шумы, Майорка и шахты имени Ленина. Мы обнаружили цель, вот, обнаружили несколько целей, но обнаружили одну приоритетную цель. В процессе введения разведки эти индоклюи, я уже не знаю, как их называть, чтобы они поумнели, они опять начали обстрел Горловки. В результате чего было принято решение открыть ответный огонь, и ответный огонь будет открыт по ним из РСЗО «Град» и прочей артиллерии, которая стоит на вооружении вооруженных сил ДМР. И они будут уничтожены. Это уже забота артиллеристов, мы и разведчики, мы нашли цели. Либо вы берете сейчас свои манатки, свое оружие и идете к себе домой. И там можете стрелять по соседям, убивать детей соседских, убивать соседских бабушек, грабить их. Новой поштой можете друг другу посылки пересылать, которые вы найдете у соседей, там, имущество, которое, как вам кажется, является лишним. Вы можете там друг другу пересылать по ссылке. Потому что я вот рассказываю одну историю, да. Пусть, если это неправда, местные жители меня поправят. В населенном пункте Ждановка, укропы, машины, на которых они могли вывезти БК, вооружение, свое имущество, они разгрузили. БК все побросали. То БК, которое им показалось, у них есть время уничтожить, они его уничтожили. А машины забили тем барахлом, тем имуществом, которое они награбили у местных жителей. То есть, они заходили прямо в квартиры, брали там все, что им понравилось, набивали этим тачки и выходили. Эту колонну, которая выходила из Ждановки, я наблюдал лично, со своими разведчиками. Плюс, одна из групп недовольных, либо очень довольных спасателей нас, ну, местных жителей от террористов, мы же террористы, по их мнению. То есть, они приехали, и чтобы спасение выглядело еще эффектнее, начали стрелять по окнам простых мирных граждан перед своим уходом. То есть, ну, это нормально, они считают. Я считаю, это ненормально. Второй момент. Я понимаю, что мы стреляем, они стреляем, это война, мы непримиримые враги. Мы идейные враги, у нас разные взгляды, они решили решить вопрос с помощью оружия, мы решили ответить им тем же самым. Но, поверьте мне, если бы я, нанося артиллерийские удары, либо другие какие-то мои действия, в результате этих действий погиб бы хоть один ребенок, я как командир взял бы свой пистолет, поверьте, у меня есть не один пистолет, и пустил бы себе пуль в лоб. Но я вот ни разу не слышал о том, чтобы хоть один командир артиллерийского расчета, любого там, 120-го миномета, самоходной артиллерийской установки, либо РСЗО «Град», узнав о том, что после его огня погиб женщина, например, либо какая-то пожилая женщина, либо погиб маленький ребенок, чтобы он взял, вышел перед строем своих солдат, сказал, вот я пришел защищать людей, а получилось так, что я их убиваю. И застрелился. Либо у себя в кабинете застрелился, либо удавился. Эти паскуды на такие поступки не способны. Чести у них никакой нет. У них есть только одно, что мы террористы, мы сепаратисты, Россия враг, надо воевать, воевать. Ну что, хотите воевать, воюйте. Не жалуйтесь тогда, не бегайте в НАТО, не клянчите у них помощи. Хотите воевать, воюйте. Бог вам в помощь, как говорится, только Бог от вас отворачивается. И несмотря на то, что вас гораздо больше, чем нас, вы до сих пор нас не можете победить. И вы постоянно начинаете требовать, то вам коридоры предоставь из-за котлов. Вот в Иловайском котле, да, я смотрел там интервью с одним из недоносков очередных. С одним из позоров украинского, ну, позорище, да, вот украинского народа, там, мороз есть такой, полководец у него. Вот он сидел, я такой-такой-то договорился, типа, с террористами, с этими сепаратистами о том, чтобы мне предоставили коридор на выход из окружения. Они такие подлые и коварные, короче, взяли и раздолбили мне всю колонну, короче. Я бросил своих подчиненных и свалил. И теперь в Киеве депутатом сижу, а те, кого он бросил, валялись и гнили на полях. Мы ходили, задыхались от этой войны, и нам приходилось их собирать и закапывать. Потому что, знаете, тоже мы это самое, не похоронное бюро, и без этих всяких церемоний это все происходило. Кого-то брали в плен, кого-то не брали в плен. Поэтому разница между нами и ими о том, что у нас совесть есть, у них совести нет никакой. Обстреляли Донецк, убили людей, кто виноват? Это не мы стреляли, это террористы. Начинают какие-то там доказательства безумные приводить. Горловку обстреляли на Новый год, человека убили, кто виноват? Террористы виноваты. За праздничный столом, кстати. Да, за праздничный столом. Убили девочку Карину Белонок. Я вам серьезно говорю, вы сожгли людей, кто виноват? Виноваты люди, которых мы сожгли. Вы сожгли милиционеров на Майдане, кто виноват? Виноваты милиционеры, которых мы сожгли. У вас вечно всегда кто-то виноват. Так вот, поймите, виноваты вы в своих бедах, прежде всего, не мы. Да, мы россияне, мы приехали на эту войну. Мы приехали по призыву народа, который живет на этой земле. И мы помогаем им избавиться от вашего присутствия на этой земле. Потому что пользы от вашего присутствия здесь нет никакого. О том, что вы говорите, вот Славянский спокойно, сейчас это должны сепаратисты, террористы, и там тихо, мирно. Поверьте мне, там, где нет вас, тоже тихо и мирно. Вот в том населенном пункте, в котором мы находимся, здесь тоже тихо и мирно. Здесь не ходят мои подчиненные, никого они тут не грабят, никому они тут не лезут, никакие машины тут не отжимаются. Один дом здесь, ни один мой подчиненный не имеет права зайти без спроса и взять что-то. Им это строго, настрого запрещено. И они даже, не было ни одних вот поползновений в эту сторону. Плюс вот я стоял не в одном уже населенном пункте. Приезжали журналисты, иностранные журналисты, разговаривали с местными жителями, когда мы там стояли. Они говорят, они назвали миротворцами, ни наемниками нас назвали, ни террористами, ни сепаратистами, даже ДНРовцами они нас назвали. Они назвали миротворцами, потому что, находясь в этом селе, мы помогали местным жителям. Они приходили к нам с любыми проблемами, с любыми. Мы им отдавали свои медикаменты, свои продукты отдавали. Мы не хотели, чтобы эти люди просто умерли с голоду, поскольку у них не было ни денег, ничего, ни средств существования, ни продуктов. Мы ни одного жителя там не ограбили, ни в один дом не зашли без спроса. И до сих пор, приезжая в это село, люди встречают меня, очень рады всегда меня видеть и всегда говорят, как же нам не хватает вас. И всегда они говорят одно и то же, когда вы прогоните этих проклятых укропов. Поймите, укропы это те, кто взяли оружие в руки, те, кто говорит «Бандера – герой», те, кто убивает мирных граждан, те, кто останавливает жителей Донецкой Народной Республики, когда они едут к своим родственникам в Центральную Украину, начинают им тыкать лицо автоматами, орать, что они сепаратисты, террористы. Укропы это те, кто нагло лжет, что нет никакого права сектора на Украину, что все это выдумки. Я вообще просто в шоке от вашей наглой лжи. Вы постоянно ищете виноватых в России. Вам все виноваты, кроме вас самих. Ну вот теперь пришел час расплаты. Если вы не уберете в ближайшее время отцу, поймите, терпение народа тоже не безграничное. Терпение правительства Донецкой Народной Республики тоже не безграничное. Оно вам когда-нибудь отдаст нам приказ на полное ваше уничтожение. И мы его выполним. Погибнем в бою, придут другие. Поймите, процесс этот необратим. Вы должны взять свои стволы, свои манатки, не трогать ничего чужого, тихо, мирно сесть в свои кразы, которые вам подарил ваш президент Параша, и отправиться домой. И те люди, те военные, которые говорят, что сейчас Славянске, Краматорске, все спокойно. Могу вам привести пример. Пример, когда пьяные укропы на БТРе, на БТРе выезжали с аэропорта города Краматорска, на повороте, переехали машину, переехали троллейбус, погибли мирные люди. И они говорят, что у них там все хорошо. Они пьяные, сраные, вонючие укропы, насилуют, люди пропадают, люди пропадают. Я сам недавно был в вашем гребаном Краматорске. И я знаю, что там происходит. Я могу туда 20 раз прийти, 20 раз буду уйти. И ни один ваш блокпост, вонючий, укропский, меня взять не сможет. Вы поверьте нам, если нам надо будет, мы придем прямо на аэродром. И вы там не спрячетесь. Мы вас там гасили и будем вас там гасить. Вы тоже объясните такую ситуацию.